Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня продолжим тему новогодних рецептов. Ну и по русской, советской традиции, какой Новый год без говяжьего языка. Мы его сварим. Мой язык кошерный, он уже избавлен от сгустков крови, здесь ничего нет. Выдерживался в соли и потом вымачивался в воде. Если у вас нет кошерного мяса, то, конечно, я вам рекомендую поместить хотя бы на час-полтора в воду, вымочить этот язык, чтобы вышла вся кровь, и потом уже с ним работать. Я этот этап могу пропустить. Как я буду варить? Язык в кастрюльку, отправляем. Туда же я отправлю одну луковичку небольшую. У меня есть вот одна морковка, я ее разрежу пополам. Отправлю сюда же бульон, лавровый листик, три штучки. У меня есть вот такие листья сельдерея, знаете, верхушки, остатки. Обычно они уходят морским свинкам, которые живут у нас в доме. Но сегодня этот сельдерей пойдет сюда. Мне же нужно получить вкусный бульон. Вы же не думаете, что я потом его вылью. И немного соли. Солить много я не буду. Вот буквально чайную ложечку на такую кастрюлю. Почему? Потому что, еще раз повторю, мой язык уже соленый. В Израиле кошерное мясо продается, оно солоноватое. Соль уже есть в нем. Ставлю на плиту, довожу до кипения и часа на три перемещаю на самую дальнюю, маленькую такую комфорку. И пусть себе варится три часа. Я считаю, что этого времени достаточно для того, чтобы язык хорошо сварился. Прошло три часа, мой язык сварился. Мне нужна холодная вода. В Израиле с холодной водой из-под крана есть некоторые проблемы. Она все-таки теплая. И чтобы ее остудить, можно не доставать лед. У меня есть холодильные элементы всегда в морозилке. Я просто положила на 10 минут этот холодильный элемент. И теперь вода у меня холодная. Наш язык достаем и отправляем в холодную воду. Он огромный. Я даже не знаю, как я его доставать-то буду. Горячим. Ой, какой большой. Вот я опускаю его в холодную воду. Беру маленький нож. И в холодной воде он должен достаточно легко очищаться. Да, вот смотрите. Поддеваю ножом. И пошли. Вот эта пленка. Она прекрасно снимается. Можно, конечно, это делать просто руками. Вот на то, чтобы очистить язык, у меня ушло минуты 2-3. И мне нужно его остудить. И вот здесь главная фишка. Остужать я его буду в бульоне, вместе с бульоном. И тогда он останется сочным и мягким. Отправляю в бульон. Накрываю крышкой. И, в принципе, могу оставить даже на ночь. Ну, если с вечера сварили. В любом случае, остудите свой язык, говяжий язык, в бульоне. И, поверьте, вы мне скажете после этого спасибо. Денька, солья. Денька, солья. Денька, солья.